Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Звезды русского мира». Мальчишки и девчонки, а также их родители. Веселые истории увидеть не хотите ли? Сегодня нам их расскажет основатель легендарного юмористического киножурнала «Яролаш» Борис Грачевский. Я хочу начать наш разговор не с «Яролаш», а о нем немножечко попозже. Я хочу начать разговор с ваших фильмов. С первого фильма «Крыша», который вы выпустили в 2009 году. Небольшая такая преамбула, о чем этот фильм. Все-таки о взаимоотношениях отцов и детей. Совсем недавно вы выпускаете, скажем так, совсем взрослый фильм, который не касается детской тематики. Скажите, пожалуйста, вам надоела эта тема детства? Вы захотели уйти в мир большого кино, взрослого кино? Там все хитрее немножко, потому что идея рассказать просто историю о том, что происходит с каждым, ну минимум, третьим мужиком в стране, когда он, так сказать, подбирается к полтиннику и выше, меня мучило давно. Потому что истории, как правило, в обществе разновозрастная любовь всегда осуждается. Тема неравного брака. А жизнь, она свое дает, и в этом она тоже свое есть. Я не в защите, я просто хотел такую историю. Я никак не мог ее придумать, но в голове она у меня сидела. И мне хотелось такой, ну в общем, ближе к мелодраме сделать такую историю. И в этот момент ко мне, как к продюсеру, попал сценарий трагическая, это пронзительная история про трех девочек, которые прыгнули с крыши в Балашихе в 2002 году. Вот эта вот история, страшная история, три девочки, взявшись за руки, прыгнули. И очень сильный сценарий. И я вдруг сказал своим, что я это буду снимать сам. Все вот так вот открыли рот. Я сказал, я хочу это снять. Все говорят, Борис Юрьевич, вы что, мы сейчас получим уже по шее там от всего, от всех и так далее, и так далее. Но у меня вот сверлило в голове. И потом, работая уже над сценарием, столько всяких перипетий и просил там деньги, не читаю, не хочу даже. Сколько преодолеваю, чтобы дойти до непосредственно работы. И в какой-то момент, работая над сценарием, вдруг меня, так сказать, пронзило, что думаю, ну что ж я буду показывать суицидное кино детям, 12-13 лет. Жуткое, да? А взрослым это неинтересно. И тогда я ввел взрослые все проблемы, то есть немножко переакцентировал историю. И она стала не просто детской историей, как три девчонки, так сказать, оказались на краю крыши. А история о том, как важно быть родителем, внимательным к детям, иначе они окажутся на краю крыши. И для меня это очень важная тема. Потому что сегодня отсутствие внимания у детей – одна из самых пронзительных проблем перед всеми нами, перед взрослыми людьми, скажем. И всегда валится на школу. Школа вообще не должна заниматься ничем, кроме знаний. На школу все валит. Но это вот страшная вещь, которой не хватает внимания, внимания. И в моей картине одна из героинь, директор школы, достаточно, не просто отрицательная героиня, но говорит важнейшую вещь на собрании. А знаете ли вы, говорит она родителям, с кем сидит ваш ребенок за одной партой? Вот это критерий внимания родителя к ребенку, понимаете? И чем внимательнее и больше у них будут дружеские отношения, и самые настоящие, тем дольше будет, так сказать, полностью мама и папа, ну, конечно, мама в первую очередь, владеть всеми секретами. Пока еще ребенок не очень понимает, что можно говорить, что нельзя, тем дольше и дольше будет это двигаться, тем будет спокойнее всем. Вот об этом кино и финал, я, так сказать, в жизни он более трагический, я никак не мог решиться, как же мне снимать финал. И в один прекрасный день, даже утро, я проснулся, вот так лежал, смотрел на потолок, на белый, и друг сказал, я не буду их убивать. Я не могу вообще убивать людей, никаких, никак. Так, я придумал такой финал, что они еще пять раз, там одна девочка двух, которые уже практически должны сейчас прыгнуть, догоняет их, третья подружка дергает, и пять раз я повторяю, они пять раз обратно повторяют движения с разных точек и так далее, чтобы всем доказать. Эти девочки говорят, мы будем жить, и никто и ничто нам не помешает. Вот для меня это самое, наверное, главное. Я лишился всяких фестивалей. Все честно, я сделал честное кино, оно, наверное, не современное, наверное. Но там каждая девочка, это характер, каждая... Вот одна уже выросла, уже стала, так сказать, после меня снялась в картине географ Глобус, пропил, красотка наша, Анфиса Черных. Вот, я просто говорю, что, и когда я закончил картину, опять мысль по поводу картины, по поводу своей идеи, меня начала опять трогать, волновать, трясти в башке, что я хочу рассказать такую историю. Я придумал, думаю, о, как же я хорошо придумал. И буквально через неделю, я думаю, я сейчас придумал, сейчас я все это утрясу там. И я вижу английский фильм, где Джерми Айрон играет практически историю, которую я придумал. Думаю, ну, здрасте. Значит, опять надо по новой. И вот, в какой-то момент, мысль уходит и ходит. В какой-то момент у меня в голове появилась собака. Собака, которая помогла мне собрать сюжет. Давайте поговорим о детском кино. О взрослым мы говорить не будем, вы заинтриговали. Я скажу только лишь название. Ну, конечно, мы поговорим про все. Между нот или тантрическая симфония называется фильм. Да, сегодня это есть официально в интернете. Пока есть в ютубе, я не знаю сейчас. Первый канал взял картину, я уже закончил эту тему. Она называется Между нот или тантрическая симфония. Но первый канал картину взял. Она есть в варианте 4 серии. И полтора часа, которых не хватает в фильме, будет на 4-х серийной версии. Да, по поводу детского кино, я, так сказать, вам могу сказать, что более горькой ситуации вообще в нашем кино, но то, что творится в детском кино, это просто трагическая ситуация. Что-то происходит в нашем королевстве киношном, загадочное. Значит, галочки ставят, картины уменьшаются в страшной силе, и уже 6 картин, 7-ая была «Яролаш», туда его вставили, так сказать, типа. Галочки, получается, сколько? 7. 7 фильмов, вот. Значит, объясню, все очень просто. Сегодня то детское кино, на котором выросло то поколение, которое сегодня дает деньги, никому не нужно. Дети не хотят смотреть этого, потому что вокруг них гаджеты, вокруг них игрище в 3D они смотрят и играют. А может нет актуального, современного, то, что было бы им интересно, то, что было бы в ногу со временем? Сегодня материал нельзя подавать в простом ключе, понимаете? Сегодня ничто не может их увлечь, кроме как мощнейший экшен некий, и нужно средства уже вводить какой-то фантастический и так далее. Сегодня мы не можем, вот истории про то, как мальчик влюбился в девочку, а девочка там инвалид, они так переживают, потом девочка. Это все никто смотреть не будет, все. Вообще, вот, представляете, это происходит страшная история. То, что когда-то были прекрасные детские картины, то, что Илья Фрес снимал про детей, еще для таких, «Я вас люблю», не вам и не снилось, это все-таки не очень детское кино, «Я вас любил», и когда-то словно, все, погибло. Сегодняшний зритель, который растет, он окружен потоком мощнейшей информации, он владеет играми электронными, которые практически давным-давно заткнули за пояс все эти картины. Деньги, которые выделяет государство на детское кино, на них снять можно только какую-нибудь часть одежды. При том, что сейчас год кино. Это вообще никого не интересует. Вот это все легенды по поводу года кино, что ночью будет показано в кинотеатрах или в цирке, это загадочно. Они могут только докладывать нашему президенту, об этом тот будет кивать. Это никакого ни к чему. Я считаю, что год кино, и должно быть сильное финансирование. Да, сейчас вот выделили, говорят, деньги, их раздали мейджорам, неким. И теперь они будут говорить, для чего им эти деньги и так далее. Борис Юрьевич, ну вас же приглашали в Кремль, вам вручали орден. Ну, ничего. И я выходил, чтобы я набросил самопровидента. Но была возможность поговорить о детском кино? Да, конечно, нет. Во-первых, возможности нет. Во-вторых, много этих круглых столов бывало. И меня, например, очень огорчило, когда кинематографическому и представителю искусства, человеку, как Никите Сергеевичу Михалкову, дают слово на встречу с президентом, отвечающим на пресс-конференцию, или как там оно называется, я не знаю. И мы ждем, что он что-нибудь скажет. А он говорит, я при входе видел двух инвалидов, они просили вам передать. Значит, как будто кроме людей искусства, об этом никто не может передать. Это первое. А потом задали вопрос этому самому Хабенскому. И он тоже стал говорить о том, что фонд Хабенского, который, помогите, пускать родителей в реанимацию. Это очень важно. Но неужели люди искусства для этого там сидят, чтобы передавать это? Я не против их, даже наоборот, замечательно, что они эти фонды поддерживают и помогают, и очень много интересного ученого Панда Амхаматова, и теперь все стали такие, и так далее. Я о другом. Но неужели люди искусства, которым задали вопрос, должны говорить об этом? Они же люди искусства, сейчас здесь сидят. Они не как граждане сидят, и не как руководители фондов. Ну, это мое, так сказать, частное мнение. Мне было, потому что проблем хватает. Это проблемы в искусстве и в театре. Серьезные проблемы есть. И в кино, конечно. Возвращаясь к детскому кино, хочу сказать, что за те три копейки, которые дают, а нам всем порезали, вот даже Яра Вашу, все, ценник поднимается, ценник ползет, 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 естественно. А денег дают меньше. В результате мы практически, мы просили 35, дали 20. Вот миллионов рублей. Это, поверьте, все хотят, чтобы было хорошее кино. Я хочу, чтобы работали хорошие артисты. Вот хочу, убей. Он говорит, я за эти деньги не приду. Если раньше мы были одни, и все к нам шли, да ладно, то сегодня они говорят, сколько хотите, кругом-то, понимаете? Не Яра Ваш изменился, а просто появилось очень много разных, там, хуже, лучше, я сейчас не хочу, но информационное поле настолько увеличилось, и появилась одна очень важная проблема, о которой я хочу вам сказать, чтобы вы поняли, вот вы как мать маленького дитя внимательно слушаете. Сегодня ребенок и молодежь больше трех минут внимания нельзя собрать. Оно исчезает. Значит, нужно обязательно через третью минуту поменять сюжет. Куда-то повернуться, куда угодно. Почему Яролаж до сих пор им так дорог? Я имею в виду не вашей маленькой доченьки, а, так сказать, даже ребятам там 10-8, потому что он за две минуты заканчивается. И там все сложено, и там все так плотно. Потому что есть еще длинную историю, понимаете? Сегодня трагедия в том, что никто из них никогда больше «Войну и мир» не прочтет. Но бог бы снес «Войну и мир», особенно мне жалко Анну Каренину, конечно. Это главное произведение на Земле, Анна Каренина. Самая серьезная, мне кажется, великая книжка, а там больше 76 действующих лиц. Мы-то с трудом разгребали их. Понимаете? И сегодня никто, во-первых, ни по толщине таких книжек никто не будет читать. И если раньше считал 12-й страниц поворот событий в книжках, если вы хотите, чтобы их быстро читали, то сегодня на пятой должно быть, представляете, на пятой страничке поворот. А вы это сами читаете? Читаю, но уже реже намного. Сейчас объясню. Я стараюсь, во всяком случае, гипер-эти самые бестселлеры мировые читать. Я даже прочел «Пятьдесят оттенков серого». Я тоже прочла. Нет, ну вам-то положено, а мне-то чего? Я и Гарри Поттера прочел. Я тоже прочла Гарри Поттера. Девочка, а я дедушка. Ну понятно, мне положено. А я дедушка. Нет, а мне интересно. Ну это я прочел и «Дьявол носит Прада», и «Кот да Винчи». Я, так сказать, такие интересные, яркие книжки читаю. Мне интересно. Скажите, какое кино вы смотрите? Отечественное, российское? Понимаете, то кино, которое я бы хотел видеть, мне очень понравилась Брестская крепость. Я считаю, это мощное произведение. Это очень талантливый человек, кот, который снял это кино. Это настоящая правда вдруг такая. Во-первых, в одежде, в костюмах. Он выбрал им всем затылки, такие лица. Он подобрал все. Это страшная правда идиотской ситуации, когда люди гибнут. А зачем, никто не знает, и выйти не могут в этом стакане. Он никому не пользует ничего. Это же никак в старые времена крепость не возьмешь. Все немцы уже ушли. Треть страны не заняли, они все воюют. И так далее. Но это такая была правда. И такая, так сказать, жесткая, мощная кино. Вот, казалось бы, и даже где-то у меня слезы наворачиваются. Настоящее кино. Сильная картина. Любопытная картина «Битва за Севастополь». Мне понравилась. Я просто сейчас вот... Я не очень большой любитель батальных картин. И даже, может быть, совсем небольшой. Но просто сама идея меня потрясла. Сегодня поэтизация человека, который убил 400 человек, глядя в прицел и видя лицо. Не просто бомбу кинул, понимаете? Он персонафицированно убил столько человек, этой женщины. И мне так страшно все время. Я все время думаю, представляете, вот так вот человек смотрит, внимательно видит этот человек. Он пьет там из шкрушки чаек. Там она бац и убила. Правда здорово. Я недавно посмотрел несколько... Так как я академик Академии НИКа, поэтому я вынужден все это смотреть и так далее, и так далее. Ну, мне достаточно... Я могу сказать, что я очень хорошо отношусь к картине Говорухина «Конец прекрасной эпохи». Ну, может быть, чуть быстрее должна была бы быть картина. Ну, может быть. Но это, так сказать, что я сейчас критик буду вам сейчас. И все-таки российское кино, не только детское, но и взрослое. Есть ли у него будущее в нашей стране? Конечно, есть. И когда расцвет уже случился... Картина меня потрясла. Картина «Елена». Это такое страшное, безысходное кино. И очень серьезное. И там... Она еще попала мне в удачное время, потому что там очень много об этой картине говорили. Вот кинематографические среда за границей. Оказалось, что это проблема во всем мире. Понимаете, вот это поколение, которое ничего не хочет делать, которое разрушает все. Несозидательное. Все-таки будущее есть, если есть такие фильмы. Ну, наверняка есть. Во-первых, природа не терпит пустоты. Там обязательно кто-нибудь как-нибудь появится и обязательно что-то будет. Другое там дело, что... Что произошло в мировом кино и ожидает и нас. Умное, любое кино, так сказать, запоминающееся надолго, потрясающее, оно перестало быть нужным на кинопоказах, в кинотеатрах. Что называется кинотеатральный показ? Это кино, как и в Америке, ушло на телевидение. И если вы следите за телевизионными сериалами американскими, там типа «Во все тяжкие» или «Родина», когда у нас была неудачная попытка скопировать, «Карточный домик», да много их там. И это очень интересная драматургия. Да, они не в состоянии брать суперартистов, они берут средних и раскачивают их так, что они становятся героями. Я еще обратил внимание на клане сопрано, который вообще был запрещен на нормальных каналах, я так на кабельном шел, на платном кабельном канале. Но я был как раз в Нью-Йорке, и вот этот вот дядь, который играет сопрано, главный вот лысый этот антигерой такой, он стоял там на трибуне, какой-то там у них был праздник в Нью-Йорке. Я так открыл рот, смотрю, он стоит, ну, который жену его играл, две стоят, я думаю, нифига себе. Вот такая была популярность. Я просто говорю, что раздумчивое и умное кино, и анализирующее что-то, оно ушло на телевидение, все. А так как телевидение теперь не терпит просто кино, оно, значит, должно быть дальнобойным. Вот пример, например, ликвидация, так сказать, я понимаю, что там детективный ход, и так далее, и так далее, ну, это пример. Часто в жизни вообще вы рискуете? Да я не рискую, я, знаете, в данном случае я шел к цели. Это очень важно. Мы живем, вообще человек, его, так сказать, собрали, природа, там, мать, я не знаю, родители, бог, не важно сейчас. Для того, чтобы он созидал, и оставил что-то на земле. Это очень важно, понимаете? След. Я имею в виду позитивный след, не количество убитых там, понимаете, или взорванных. К сожалению, это тоже след, наверное. След пользы. Творца – одна польза, у рабочего – другая польза, понимаете? Человек, который проработал свою жизнь токарем или там кем-то еще, и к нему говорю, нет, Петрович-то это сделает, это понятно. А кто кроме Петровича сделает? Вот, понимаете, да? Это тоже след, это мощный след. Это некий человек, вот которого… Они все тут стоят. Я же сам был токарем, я знаю, что я говорю. Вот стоит вот сто токарей, сто, а один такой, что он вообще сидит, стоит и нифига не делает. Я как рабочий учу, это он ничего не делает. Потом такой принесли какой-то загадочный чертеж, и он один справился. Понимаете, да? Вот в чем фокус. Это я просто говорю по разным профессиям, поэтому я, так сказать, тоже хочу, знаете, я всегда вспоминаю, когда умер Владимир Владимирович Семенович Высоцкий, наставляли жаловство творения, которым я писал он последним. Я не буду вам все читать, но я прочту только последние четыре строчки. Мы все обалдели, когда вот стихотворение принесли, потому что я был на выносе его тела в пять утра тогда из дома. Так вот стихотворение было вот какое. «Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним, мне есть, чем оправдаться перед ним», написал Владимир Семенович, и умер. Вот практически через два часа он умер. Понимаете, да? И мне есть, чем оправдаться. Давно уже. Мне есть, но я хочу больше и больше. Я иногда себя чувствую фараоном, который строит больше и больше пирамиду. Понимаете, пирамиду из того, что я сделал. Я хочу спеть, поэтому я стараюсь, хотя стараюсь преодолевать большое количество всяких более серьезных вещей, чем время там и так далее. Понимаете, мне хочется. Я еще хочу снять кино. Немножко опускаются руки, потому что то кино, которое я задумал, вообще как бы вроде никому и не нужно. А что хотите сделать-то еще? Я хочу экранизировать одного классика немецкого. Немецкого? Ну да. Стефан Свейков зовут. Ох, как я его люблю. И я его очень люблю. Преклоняюсь. Если вы понимаете, о чем я говорю, я хочу сделать «Жгучую тайну». Это очень сложная повесть. Письмо незнакомки? Нет. Нет? Нет. Зачем? Я же говорю, «Жгучая тайна» называется. Хорошо. Почитайте, вспомните. Вот. А с другой стороны опускаются руки, думаешь, ну и что? Но зато с «Яролашем» все в порядке. Каждую неделю мы снимаем новый «Яролаш». Мы с вами здесь сидим, а наверняка они уже заканчивают снимать, потому что я им сказал, что если вы сегодня... Сегодня мы снимаете в «Орлей». Наталья Владимировна. Нам надо сейчас будет позвонить на площадку и передать ей привет. Вот. От телеканала «Русский мир» ей тоже большой привет. Борис Юрьевич, спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли. Да нет. Спасибо вам большое за «Яролаш». Его любят дети. И не только дети, но и взрослые. Я сама с удовольствием смотрю. «Яролаш» каждое утро. Мы снимаем. Нет, к сожалению, на СТСе пока нет свежих. Они лежат на Первом канале. А Первый канал не сильно развлекает нас «Яролашем». Но факт остается фактом, что мы каждую неделю снимаем новый «Яролаш». И каждый год два часа «Яролаша» вас ждет всегда. Поэтому это, наверное, главное из главнейших. Это не значит, что я брошу все остальное, перестану писать стихи или сочинять всякие фразочки, которые я сочиняю, и еще что-то делать. Не в этом дело. Но «Яролаш» обязательно живет, и я его никому не... Пока я живу, «Яролаш» будет на самом высоком смешном уровне. Дорогие друзья, я вам напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Борис Грачевский, основатель киножурнала юмористического детского и не только «Яролаш». Смотрите его и смотрите, конечно же, телеканал «Русский мир». До новых встреч и до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok